Мы приехали, чтобы украсить автомобиль в честь рождения благословенного пророка. И это событие считается величайшим праздником для яменского народа, потому что в настоящее время мы нуждаемся в таком событии, чтобы нация исламской умы вернулась к своему пророку, к жизни своего пророка и к его характеристикам. И мы следуем по его стопам, и мы идем по его пути. Мы празднуем день рождения благословенного пророка. Мы празднуем его прежде всего, потому что он был последним пророком. И во-вторых, потому что для нас это время года, когда нужно зарабатывать на жизнь. Слава Богу, это источник дохода. Мы продаем платки и флаги, украшаем автомобили. Слава Богу, сегодня у нас появилась такая возможность. Слава Богу, работа идет хорошо, и люди с энтузиазмом празднуют это событие. Я вижу, как люди празднуют благословенный день рождения пророка. Спрос велик, и наша работа, слава Богу, продвигается успешно. Если у меня и моих братьев увеличится бизнес, мы возьмем на работу трех или четырех работников, я заплачу им ежедневную зарплату или выдам единовременную выплату. Если он хочет работать со мной, то нет проблем. Если он хочет забрать товар для своей выгоды, то тоже нет проблем. Я отдаю ему вещи по оптовой цене. Как народ Йемена, мы празднуем день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Самыми простыми вещами, такими как флаги и шарфы, как народ, любящий пророка, мы возрождаем его память и помним его путь и его жизнь. В дни, предшествующие дню рождения пророка Ислама Мухаммада, улицы Саны украшены декоративными флагами и гирляндами. Годовщина, которая широко отмечается по всему Йемену, также открывает возможности для ученых торговцев украшениями, у которых часто наблюдается всплеск продаж. Улицы Саны в это время оживают. Здания, мечети и фонарные столбы украшаются флагами и мерцающими огнями. Баба-Иль-Еменские ворота, историческая достопримечательность, также украшена по этому случаю. Можно увидеть, как активисты движения хуситов, таких как Мухаммад Абдулла, украшают свои автомобили флагами, наклейками и фонарями. Когда солнце сойдется за город огней, декорации освещают улицы, создавая праздничную атмосферу в раздираемой войной стране. Мавлид Ан-Наби, день рождения пророка ислама Мухаммада, мусульмане всего мира обычно отмечают праздничными мероприятиями. Города украшаются, а многие люди раздают сладости детям.